Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И это видео спустя столько лет будет про заработок в Америке. Сейчас актуальная тема для тех, которые живут в Америке, но не знают, как можно зарабатывать, например, какой-то сайт-хассл вести. Я сейчас поделюсь с вами моими методами, вещами, которые мне нравятся по душе, это мое хобби, но в то же время иногда приносят хорошую денежку. В общем, я записала здесь заметки и сейчас начну рассказывать. Как вы знаете, меня зовут Айку Мэз. Кто-то пришел из Инстаграма, возможно, вы из Ютуба. Но я живу третий год в Америке с мужем. Мы сюда переехали благодаря гранту от Государственного университета в городе Бингемтон, штата Нью-Йорк. Мы здесь живем третий год. Вообще, мы оба по специальности с мужем химики. В момент, когда я, получается, закончила КАЗГУ, я полетела в Америку, где вот училась, стажировалась в американской компании. Здесь я все узнала про поступлений, и вот это мой стал огонек. Когда я, прилетев в Америку, поступила в Назарбаев университет, кстати, видео здесь есть тоже на канале, я начала заниматься оформлением виз в Америку. У меня у самой тоже 5 виз на данный момент, поступлением заниматься также. И когда мы получили ответ с грантом в Америку без Балашак, это стало моей основной деятельностью. Но как же дело для души? Мое дело вообще, я его обожаю, потому что я люблю разговаривать с людьми, я их мотивирую, вдохновляю, рассказываю про Америку. Но и тоже, если честно, я разговаривала с подругой Альгири, и она мне сказала, мы сделали такое колесо баланса, и я поняла, что у меня нету хобби. Но она говорит, айкумось у тебя оно есть, это одежда. Так вот, я поняла на тот момент, что правда хобби, и в целом мое любимое дело с сайт Хассел, это смотреть на вещи, смотреть распаковки в Инстаграм, в ТикТоке, и снимать. Потому что, когда я прилетела в Америку, если вы сидите за мной в Инстаграме, я в первый раз купила себе самую дорогую брендовую сумку Диор, Леди Диор белого цвета. Я просто, ну, с ума сошла, и вот это же колечко от Кортье. Это я все начала выкладывать, показывать в ТикТоке, в Инстаграме, и опять-таки не для того, чтобы похвастаться, а просто показать, что это все наполняет. Потому что даже когда-то я не могла этого себе позволить, когда я смотрела на распаковки, я мечтала и понимала, что в какой-то момент я этого достигну, и я буду так же распаковывать. Поэтому кого-то тоже будет вдохновлять. Теперь самый важный момент, что за бизнес? С брендами, как вообще пришла к сотрудничеству с брендами? Во-первых, я сама не приходила к этому. Я всегда, как я говорила, выкладывала все в ТикТок, в Инстаграм, и в один момент мне написал какой-то бренд, я сейчас не помню, конечно, но он мне сказал, что мы хотим выслать вам вещи, но взамен видео вышлите, и мы вам скинем потом реферальный код, с которым вы должны поделиться с вашими подписчиками. Такой момент сразу хочу сказать, что для того, чтобы начинать работать с брендами, не обязательно иметь 10 тысяч подписчиков. На тот момент, когда мне написал бренд, у меня было буквально тысяча подписчиков в ТикТоке. Просто бренды смотрят на обычных людей, которые живут, например, в Америке. Знаете же, в Казахстане очень сильно блогеры работают с брендами, им отправляют бесплатно вещи. И на тот момент я думала, как же круто. Жалко, что я не в Казахстане, и мне не отправляют бесплатно вещи. Но в Америке они сами со мной связались и отправили мне просто пакет вещей. Я могу это потом ставить сейчас сюда, где я это все показываю. Тотрудничество. То есть они могут сами связаться с вами, написать в сообщении в ТикТоке, либо же, например, в Инстаграме. В Америке очень-очень развит UGA-контент. Это называется User Generating Content. То есть бренды ищут не блогеров-миллионников, которых там по 100 тысяч подписчиков, а обычных людей, как вы. Чтобы подписчик будущий, например, кто целевая аудитория, обычные люди, как вы, они смотрят, о, девушка выглядит обычно, да, например, обычная внешность у нее, не какая-то супермодель. И доверия к таким людям будет больше. И таким образом я просто отсняла распаковку, сказала, о, боже мой, какое красивые вещи, и просто им отправила. А они взамен, ну, по почте им имейла отправили и загрузили к себе. Вот. Теперь второй момент, который делаю я сама лично. Я вот эти вещи не ношу, потому что иногда бывают вещи не моего сайза, не моего размера. И здесь у нас в городе есть такой магазин. Такой магазин, где продают б.у. вещи. И иногда даже новые. Я просто, когда ходила туда, мне очень сильно нравились там, знаете, такие старинные американские вещи. Я там даже покупала красивую такую шапочку 70-го года. Там можно найти большое... Вот эти, кстати, часы антиквариатные я купила у нее. У вот этой, получается, девушки, женщины. Они очень красивые, вот они, очень аккуратные. Эти, например, часы я купила буквально за 15 долларов, хотя такие часы, например, в Фейсбуке продают за 100-150 долларов. Вот. К тому, что я вот поговорила с ней и спросила вообще, как вы находите вещи, кто вам предлагает. Она сказала, что любой человек может ко мне прийти и отдать свои старые вещи, то есть second-hand. Я просто вот эти вещи, которые мне отправила, моя, не знаю, бесплатно мне вещи отправили, я эти вещи понесла к ней, и там некоторые старые вещи, и просто их отдала. 60 на 40, то есть 40% она мне отправляет, а 60% оставляет себе. Она все подписывает. Я, например, отправила ей там 10 вещей условно, и в конце она через 2 месяца мне отправила чек на 75 долларов. То есть это легкие, такие нетяжелые деньги, то есть просто надо вкладываться во что? Во контент. Сейчас все держится на контенте, на онлайн-продажах. Советом для начинающих. Если вы сейчас горите, тоже зарабатывать так онлайн, это может быть не основным вашим доходом, да, но каким-то сайт-хаусом для меня, потому что деньги лишние бывают. Например, бренда просто отправляют вещи или же какую-то косметику мне, сейчас я могу показать. На этом можно сэкономить очень много денег, потому что, например, вот эти ногти, которые я сделала, они акриловые, да, лак, шелак. Например, просто пойти в салон, чтобы сделать себе ногти, стоит, допустим, 100 долларов, да, с чаевыми. Но мне бренд вот отправил тоже с Амазона, связались, и они мне отправили полностью в сет, который, может быть, стоит там 35 долларов. Так вот я себе сделала это все бесплатно, могла пойти в китайский салон и заплатить 100. Видите, какая большая экономия. Начала связываться сама с брендами, то есть можно просто так написать бренду Хейли Бибель, Селина Гомес, и все. То есть вы оставляете кавер холодное письмо, кавер леттер, отправляете им, и они потом все это отправляют в кассомер-сервис, где они могут с вами построить ваш Инстаграм или ТикТок, и дальше уже вам просто так, либо за отметку, либо просто высадить. То есть почему они это делают, чтобы больше людей, количество увидели бренд, что обычный человек, как я, покупает, например, косметику Хейли Бибель, и у вас, моих подписчиков, например, будет тоже доверие, о, вот я кому скупила, значит, я тоже буду покупать. Таким образом, они не уходят в убыток, они просто вот так увеличивают нативно продажи. Я недавно получила вот такие вот игрушки, они сейчас очень популярны в ТикТоке, такого двух цветов, которые еще спят и издают какой-то звук. Вот, мне вот сюда вот отправили, вот так. Одна игрушка стоит 35 долларов, то есть на вот этот моменте, вот, я просто сэкономила 70 долларов. Также Уги отправили мне супер-классные вещи на осень. Вот они, смотрите. Я всегда мечтала о них и просто-просто получила, потому что я буду делать скорый контент и отмечать их. Вот, говорила, вот, просто так. То есть я могла пойти обратиться в салон, но вот мне выслали акрилик. Вот они, видите? То есть вот это все сделано, было бесплатно, и я сэкономила 100 долларов. Если так все считать, за месяц выходит примерно по 500 долларов экономии, и также вы вот эти все вещи можете дарить, можете продавать, делайте много контента и не думайте, что что-то некрасиво получается, просто делать, потому что в один момент вы можете прилететь в Америку, написать с бренда, сказать, вот, посмотрите мое портфолио, я хотела бы у вас попросить выслать мне какой-то товар, а я сниму для вас видеораспаковку. Если вам было полезно, пожалуйста, ставьте свой комментарий, напишите мне и подпишитесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok